Библейский портал экзегет.ру представляет Шестая глава первой маковейской книги, которую мы читаем в переводе под редакцией Брагинской с небольшими комментариями для библейского портала Экзегет. Итак, Маковея, под руководством Иуды Маковея, собственно, движение получил название по его прозвищу, в общем-то, освободили основную часть Иудеи, захватили Иерусалим. Что в это время делает царь Антиоха Пифан? А он, нуждаясь в деньгах, обычная история, отправляется во внутренние области своего царства для того, чтобы собрать там побольше всякого золота. А царь Антиох, держа путь через внутренние земли, услышал, что в Персиде есть город Элимаида, славный богатством, серебром и золотом. И в нем богатейшее святилище, а там золотые доспехи, панцирь и щиты, оставленные Александром, сыном Филиппа, царем Македонским. Ну, естественно, тем самым Александром Македонским, который первым стал царствовать у Эллинов. Конечно, первым он стал царствовать у Эллинов только с точки зрения ближневосточных людей, в частности, автора этой книги. И пришел Антиох, и попытался взять город и разграбить его, но не смог, потому что его замысел стал известным жителям города. Они поднялись на битву против него, и он бежал, удалился оттуда, чтобы страшно раздосадованно возвратиться в Вавилон. Тоже хорошая такая манера правления. Царь Антиох проходит по своей земле, как по вражеской какой-то территории, и, грубо говоря, грабит города, которые может взять. Тут пришли к нему в Персиду с таким известием. Отряды, отправившиеся в землю Иудеи, были обращены в бегство. Ну, как это произошло, мы читали в прошлой главе. Лисий выступил во главе сильного войска, это полководец Антиоха, но был обращен к бегству перед лицом противников. Они же стали сильнее благодаря оружию, военной мощи и немалой добыче, захваченными в тех отрядах, которые они разбили. Кроме того, они разрушили мерзость, ну да, так прямо Антиоху и сказали, мерзость, воздвигнутую царем на жертвенники в Иерусалиме. Естественно, здесь они пересказывают тоже с точки зрения, скорее, автора книги, с точки зрения иудеев, а мерзостью называется, конечно, некоторое языческое изображение или что-то еще культовое. А святилища, как и прежде, окружили высокими стенами, равно как и Бет-Суру свой город. Вот интересная деталь, что город Бет-Сура или Бет-Сур по-еврейски, это их такая столица, да, в общем, не особенно известный какой-то городок, но важно, что они не просто добиваются успеха, они еще и крепости строят, да, то есть надо действовать быстро. Вот что было. Услышав эти слова, царь был огорошен и сильно потрясен, слег и лишился сил от досады, ибо все вышло не так, как он замышлял. Там провела много дней, тяжкая тоска все сильнее охватывала его, и решил, царь, что умирает. Я сильно сомневаюсь, что он попал в такое состояние депрессии буквально. Из-за успехов маковейских отрядов, возможно, они были еще одним эпизодом. Вот только что он по своей собственной стороне рыщет, как разбойник в поисках добычи, ничего не получается, да еще иудеи восстали, в общем, все плохо. Тогда он созвал всех своих друзей, друзья, напомню, это официальная должность, то есть это его ближний круг, и сказал им, сон бежит от чей моих, и сердце сжалось от тревоги. И сказал сердцу своему, да какой же беды я дошел, в какую бурю попал я ныне, а ведь в было мое могущество для всех был я мил и хорош. Слушай, но тоже не очень реалистичное, на самом деле, описание такой вот позиции царя Антиуха, ну, кто его знает, может, так и было. Более того, он объясняет своим друзьям, в чем, собственно, была основная его проблема. Вспоминаю теперь свои злодеяния в Иерусалиме, и то, как захватил я все бывшие в нем серебряные и золотые сосуды, и послал войска, чтобы ни за что не просто истребить населяющих земли Иуды. И понял я, что из-за них постигли меня эти беды, и вот я погибаю в отчаянии на чужбине. Впрочем, если бы он тут же взмолился к единому Богу или что-то подобное сказал, наверное, это был бы точный вымысел. А здесь он всего лишь говорит о неправоте своих действий, неправоте, причем, с точки зрения любой логики, в том числе и вполне языческой. Он позвал Филиппа, одного из своих друзей, то есть приближенных, и поставил его править всем своим царством, отдал ему свой венец, облачение и перстень, чтобы Филипп руководил Антиохом, его сыном, и воспитал его для царствования. Ну, Антиох – это наследственное имя, звучит как фамилия, но на самом деле просто все эти самые цари и наследники престола назывались Антиохами. Они передавали это имя по наследству. Ну, и, вероятно, его сын еще достаточно юн, он мальчик, вот историки нам сообщают, что было ему лет примерно 10, поэтому он выбирает кого-то из своих приближенных в качестве регента и воспитателя. Так и умер царь Антиох в 149 году. Это, конечно, эра Александра Македонского, а по нашему счету это 164 год. Хотя тут есть сомнения о некоторых датировках, но сейчас мы их не обсуждаем, потому что, хотя нумерация годов идет подряд, но когда именно праздновали Новый год, не очень известно. Когда Лисий узнал о том, что царь умер, соответственно, тот самый полководец, который возглавляет борьбу с Маковейским восстанием, он поставил на царствование его сына, которого воспитал с детства и которому дал имя Эвпатор. Вот это уже интересная история. Смотрите, Лисий, еще один приближенный, ставит другого царя. Эвпатор, кстати, это имеющий благородного отца. И как это следует понять? А вот так, что престол наследия не гарантирован. То есть, каждый, кто приближен к царскому двору, может сыграть на своего наследника и каким-то образом постараться его утвердить с тем, чтобы потом быть при нем первым лицом. Тоже, судя по всему, он еще мальчик. А те, кто засел в крепость и преграждали Израилю путь к святыням, постоянно стараясь навредить ему и поддержать язычников. Имеется в виду крепость в Иерусалиме, вот это самое твердыня, где сидит пока еще все гарнизон. Этот самый селевкинский гарнизон, язычники, ну и крепость находится прям совсем рядом с святилищем, с храмом, поэтому, конечно, они могут там обстреливать каким-то образом из луков, прощей, еще что-то такое делать, чтобы мешать иудеям собираться, соответственно, в храме. Тогда иуда задумал уничтожить их, собрал весь народ, чтобы осадить их. Они собрались вместе, осадили крепость в 150 году, в следующем после смерти. А иуда построил осадные площадки и машины. Но некоторые из осажденных вырвались из окружения, а к ним присоединилось несколько нечестивцев из народа Израиля. Кстати, вот постоянно мы видим, что какие-то коллаборанты были, да, что кто-то все-таки на стороне селевкинской власти. Они отправились к царю и сказали им, а до каких пор ты будешь пренебрегать судом и местью за наших братьев? Мы с радостью служили твоему отцу, поступали так, как он говорил, и следовали его приказаниям. Из-за этого сыны народа нашего осадили крепость и стали враждебны нам настолько, что убивали любого из нас, кто им попадался, и растаскивали наше добро. И не только на нас они посягнули, но и на все граничащие с ними земли. И смотрите, теперь они уже разбили в Иерусалиме стану крепостью, чтобы взять ее, укрепили и святилища и бетсуру. Если ты не опередишь их, они натворят еще больше дела, не сможешь ты удержать их. Ну вот, соответственно, основой царь, Антиохев Патер, тоже достаточно молодой. Ну и вот эти вырвавшиеся из осажденной крепости некоторые воины и сочувствующие им аудеи призывают его, а он, может быть, еще не вошел особенно в курс дела и толком-то и не знает, что там в этой самой аудее происходит. Услышав это, царь разгневался, он собрал всех своих друзей, возглавляющих войска, а также ведущих по водями. Ну, то есть снабженцев и полковатцев, и инцидантов собрал. А из других царств и с морских островов к нему прибыли наемные войска. Обычно для того времени практика содержать войско дорого. Поэтому постоянные войска обычно меньше, чем нужно во время войны. А когда начинается война, то приглашают наемников. Им платят только за то время, пока они воюют. Честенность его войск была такова. 100 тысяч пеших, 20 тысяч всадников и 32 боевых слона. Это очень большое для древности войско. Особенно слоны. Их поставляли из Индии. С Индии царство Селевкидов граничат. И, конечно, не только слон, это просто очень большой зверь. К тому же, если он боевой, то есть специально тренирован, топтать людей, расшвыривать их бивнями. Но и он еще производит ужасное впечатление. Тогда люди не очень-то знали, как слоны выглядят. Для них это вот такие танки, которые проты, которые абсолютно непобедимы. Они прошли через Задумею, область Юго-Востоку. В Ветхом Завете она называлась Идом. Разбили стан возле Бетсуры, той самой укрепленной крепости, которую строят уже как такой пояс оборонительный. Первую крепость в этих будущих сооружениях, которые должны оградить границы Иудеи. И много дней вели осаду. Построили машину, осажденные сделали вылазку и испалили их, сражаясь отважно. Здесь, конечно, очень подробное описание техники военной того времени. Затем Иуда отступил от крепости и разбил стан в Бет-Захарии, напротив стана царя. То есть он оставил в покое осажденную крепость в Иерусалиме, потому что есть более серьезные угрозы. Ему важно что-то сделать с этим войском. По численности, конечно, оно выглядит абсолютно непобедимым. Царь встал рано утром и устремился с войском по дороге на Бет-Захарию. Войска выстрелились к битве, затрубили в трубы. Слонам показали кровь винограда и тутовника, чтобы настроить их на сражение. Немножко странная история, зачем слонам показывать кровь винограда, ну то есть сок или вино и тутовника. Вообще есть свидетельства о том, что слонов перед боем опаивали алкоголем. Ну, чтобы они, так сказать, поживее бегали и поменьше боялись. Может быть, и здесь им показали не в смысле, что показали и все, и унесли бедные слоники, а им дали попить хорошенько этого сока, хотя напрямую здесь так не сказано. Может быть, имеется в виду, что красная кровь винограда и тутовника должна их настроить как-то на человеческую кровь. Но мне кажется, это не очень реально. То есть слоны, по-моему, не особенно кровожадные животные. Впрочем, как тренировали боевых слонов, я не знаю. Затем зверей распределили по фалангам. Фаланга, напомню, это основная единица эллинистического войска, то есть такой отряд пеших со щитами и копьями. И представили каждому слону по тысячу латников в кольчугах с медными шлемами на головах. Кроме того, каждому зверю было предано по 500 отборных всадников. Слоны не просто ударная сила, они, по сути дела, тактическая единица, отряд со слоном. Они тотчас оказывались там, где был зверь, и двигались вместе с ним туда, куда двигался он, не оставляя его. На слонах были крепкие и крытые деревянные башни, притороченные каждому зверю особыми устройствами. И на каждом было по четыре вооруженных воина, сражавшихся, сидя на слонах, а также его индиец. Индиец, очевидно, это поводырь слона, его, ну, как сказать, водитель, да, тот, кто умеет со слоном обращаться, кто его воспитывал, может быть, с самого детства. Оставшуюся конницу он расставил с обеих сторон на правом и левом крыле, чтобы потрясать врага и прикрывать фланги. Тоже обычная для того времени тактика, когда пехота была ударной силой, а конница для окружения противника, для преследования бегущего, для действий на коммуникациях. Когда солнце засверкало на золотых и медных щитах, в ответ засверкали горы и давали облеск, словно огненные светильники. Такой вот неожиданный реческий эпизод перед боем, как, оказывается, это все красиво. Часть царского войска выстрелилась на высотах, другая в низинах, и вот двинулись они уверенно и стройно, и содрогнулись все, кто услышал шум их полчищ, топот полчищ и брецания оружия, ибо войско было чрезвычайно большим и сильным. Но Иуда со своим отрядом подошел и вступил в битву, и из царского отряда пало 600 человек, но, вообще-то, из 100 тысяч потеря довольно незначительная. Что же делать с этим войском, особенно со слонами? Тут Илиазар, по прозванию Аваран, увидел, что один из зверей оборонен царской броней и, к тому же, превосходит ростом всех прочих зверей. Илиазар решил, что на нем-то и находится царь. И принес он себя в жертву, чтобы спасти свой народ и стяжать себе вечную славу. Он дерзко ринулся к нему в самую середину фаланги, разя направо и налево, и перед ним расступались в стороны. Он нырнул слону под брюхо, заколол его снизу и убил. Слон рухнул назем прямо на него, и он погиб на месте. Вот понятно, что он сделал, да, то есть пробился и поразил слона в подбрюшке, потому что это, пожалуй, единственное место, где пеший воин мог поразить слона. Он все-таки носит на себя всякую броню, да и, в принципе, у него шкура толстая, и зверин грозный. И, убивая самого главного слона, он надеется тем самым вывести из строя царя. Похоже, что это не произошло, и даже не произошло перелома такого в сражении. Но подчеркивается вот эта жертвенная смерть, да, человека, которого звали Элиазар по прозвищу Аваран, он пожертвовал собой. Видя мощь царской державы и напор войск, наши отступили перед ними. А воины царского отряда выступили против них на Иерусалим, и царь разбил стан в Иудее возле горы Сион. Он заключил мир с жителями Бетсура, и те, не имея предовольствия, чтобы выдержать там осаду, вышли из города. Ведь тогда суббота была для земли. Смотрите, они снова празднуют субботние года, то есть седьмой год не возделывают землю. Соответственно, у них нет особого урожая, они едят остатки. Так что царь взял Бетсуру, разместил там крепостную стражу, чтобы охранять город. Затем царь в течение многих дней стоял станом возле святилища. Он построил там осадные площадки и машины, огнеметы, камнеметы и скорпионы. Скорпионы тоже осадная техника, чтобы метать стрелы и камни. Но наши тоже изготовили машины против царских. Машины сражались в течение многих дней. Однако у них плодовых не было пищи, поскольку шел седьмой год, тот самый субботний. К тому же спасавшиеся выудеи от язычников съели остатки их припасов. Вот беженцы, которые наводнили Иерусалим. Поэтому совсем плохо. В святилище остались лишь немногие, поскольку всех прочих одолел голод, и они разошлись кто куда. Тут Лисий услышал, что Филипп, которому царь Антиоха еще при своей жизни поручил воспитывать своего сына Антиоха для царствования, возвратился из Персиды и Мидии с теми войсками, которые были с царев в походе, и пытается взять на себя дела управления царством. У нас же с вами два царя, два наследника Антиоха. Один там в индийском, персидском точнее походе, а второй вот здесь где-то рядом с Иерусалимом. Поэтому Лисий стал торопить и подстегивать отступление, и сказал царевым начальникам и воинам, мы слабеем, где нет одни, а еды у нас мало, а место, которое мы осаждаем, надежно укреплено. Кроме того, нас требуют к себе государственные дела. Поэтому давайте обменяемся с этими людьми рукопожатиями в знак того, что заключаем мир с ними и со всем их народом, и предоставим их поступать по своим обычаям, как прежде. Ведь именно из-за обычаев, которые мы отменили, они разгневались и устроили все это. Вот стоило огород городить, стоило заставлять иудеев отказываться от своей религии, от своих обычаев, стоило казнить за соблюдение субботы, за обрезание младенцев, чтобы вызвать партизанскую войну, чтобы вот все привести в смятение и потом просто сказать, ну ладно. Некоторое безумие власти селевкидов здесь по всей этой книге очень ясно показано. Эта речь понравилась царю и начальникам. Он послал заключить мир, а наши его приняли, но еще бы у них вообще все плохо. Царь с военачальниками поклялись, и на этих условиях наши вышли из крепости. Затем поднялся царь на гору Сион и, увидев, как откреплено это место, отказался от той клятвы, которую поклялся, и приказал разрушить стену вокруг. То есть, смотрите, он понимает, что вообще-то лишние тут какие-то укрепления, и дал слово, тут же абсолютно его взял назад. Ну, хотя бы не стал разрушать все остальное. Затем он успешно двинулся, возвратился в Антиохию и обнаружил, что Филипп властвует над городом. Тогда царь вступил с ним в битву и силой взял в город. Антиохия – его собственная столица. Вот, смотрите, Иерусалим не взял, свою столицу взял. Но на этом еще не конец интриг вокруг антиохийского престола. Вот, конечно, хорошо быть славным и могучим царством. Кто бы спорил, но уж больно много претендентов на престол. В Иудее вот люди хватаются за рожие, чтобы защитить свою независимость. А в Антиохии правители хватаются за рожие, чтобы друг друга сместить и самим сесть на царский трон. Вот в следующей, седьмой главе появится еще один.